Голос певца это дар, но чтобы вовремя увидеть его и раскрыть, вокалисту не обойтись без помощи профессионала. Чтобы поддержать молодые дарования, прямой оперной сцены Тамара Синявская провела в Москве серию мастер-классов. На занятия пригласила начинающих исполнителей со всей страны. Еще недавно Тамара Синявская, самая строгая из членов жюри проекта «Большая опера» на телеканале «Культура», заставляла трепетать участников конкурса. Они ловили каждое ее слово. Певица и сегодня следит за их судьбой. Правда, свободного времени все меньше. У прославленной меца-сопрано Большого театра, профессора и заведующей вокальной кафедрой ГИТИСа очередной дебют. Так сама Синявская называет серию мастер-классов для молодых дарований. Здесь она никого не судит, просто делится своим опытом. Вот плывет какой-нибудь вот пловец, плывет, и он что-то вот так вот у нее хорошо. Приходит мастер, ему говорит, а ты просто расслабь вот эту руку, и у него все пойдет. Вот это и есть мастер-класс. Поправить недостатки, видимые только педагогу, профессору. В зале, который носит имя мужа Тамары Ильиничной, Муслину Магомаеву, собралось почти 90 студентов старших курсов и молодых солистов, которые только начинают театральную карьеру. Знаменитый голос Синявской знаком каждому, но все больше по записям. Я очень люблю Ориоза Воина из Кантаты Москва, Чайковского. Это просто потрясающее исполнение. Пожалуй, на мой взгляд, лучшей записи нет. Прокофьев «Сероглазый король». Просто поразила все глубина и мысли, и сердце, и голос. Нравится буквально все. И мне даже не выразить словами, очень волнительно. Я просто очень хочу как-то лично пообщаться, вот хотя бы через мастер-класс. Два дня по пять часов, практически без перерывов. График мастер-классов Тамары Синявской жесткий. Зато результат сразу не просто виден, слышен. Я обычно стараюсь не употреблять эти термины, которые всем вот так вот. Соединение верхний регистр с головным регистром, там с брюшным регистром. Не надо, они настолько закомплексованы на своем звуке, что когда им говоришь такие вещи, они пугаются. Им нужно говорить проще. Да. Слуха в шесть раз больше. Не бросай, когда берешь пернадо. А, зацепи слух. Никогда не начинай петь без того, чтобы приготовиться в организме. Мало правильно брать дыхание и выдавать красивую ноту. Нужно заставлять себя продумывать каждый шаг. В голове выстраивать путь, который проходишь голосом, повторяет ученикам Тамара Синявская. Секрет успеха не только в технике. Музыкальный текст необходимо полюбить настолько, чтобы он стал родным. Тогда и публика по достоинству оценит старания вокалиста. Ксения Ильиных, Алексей Бычков, Новости культуры.